Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жубкаев. Сегодня глава Республики Рашид Тимрезов провел рабочее совещание по вопросу газификации населенных пунктов Карачаева, Черкесии, реализации программы, инициированной «Единой Россией», поддержанной президентом страны по социальной дугодификации. В совещании приняли участие председатель парламента Александр Иванов, вице-премьер Евгений Поляков и гендиректор «Газпром Межрегион Газ Черкес» Олег Тергачев. Всего по социальной дугодификации принято 3610 заявок, из которых 1543 домовладения уже подключены. Созданы технические условия для газификации еще около 3500 домов. При этом для граждан бесплатно не только подведение газовых труб к границе участка, но и благодаря поддержке из бюджета Республики газ подведут бесплатно непосредственно к домовладению. В этом году в четырех населенных пунктах планируется построить и ввести в эксплуатацию более 25 километров разводящих сетей, что позволит газифицировать более 500 домовладений. Будет выполнено проектирование межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов Урупского района. Одна из важнейших – задать строительство магистрального газопровода в Учкуланском ущелье. Подробно рассмотрели и тибердинское направление. Здесь будут построены распределительные сети, что позволит начать работы по социальной дугазификации. Заявки от населения уже принимаются. По итогам реализации действующих программ, нацеленных на стопроцентную газификацию Республики, в ближайшие три года газ будет проведен в 27 населенных пунктов. Отгрузка зерновых и масленичных культур в Карачаево-Черкесии продолжается. Для того, чтобы вывозимый товар не вызвал замечаний, его проверяют специалисты Россельхознадзора. Как оценивают качество кукурузы, какое количество планируют отправить и куда, узнавала Альбина Ламкова. Польза кукурузы в ее богатом витаминном составе. К ней всегда относились уважительно. Прежде всего, из нее делают муку, крахмал и крупу. А вот какого качества она будет, определяют по трем основным показателям. Это вкус, цвет и запах. Более подробный анализ зерна делают в лаборатории при помощи специальных приборов. А что это за интересный такой прибор? Это щуп для отбора образцов зерна из глубины кучки. Для определения качества зерна из партии берут небольшую часть для исследования и анализа. Отбор образцов производят строго по ГОСТу. Пробы со склада хранения кукурузы берут точечно. На площадках при высоте насыпи до полутора метра берут горстку зерна в пяти точках. Засыпают в пакеты и запечатывают. Проба будет направлена в лабораторию для экспертизы карантинно-фитосанитарного состояния продукции. После проведения экспертизы на эту продукцию будет выдано заключение о карантинно-фитосанитарном состоянии под карантинной продукцией. Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора контролирует отгрузку свежих овощей, зерна, пшеницы и кукурузы из Карачаева-Черкесии. После того, как установят соответствие продукции фитосанитарным требованиям, в лаборатории оформляют карантинный сертификат. Количество заявленного зерна на отгрузку составило 1200 тонн. Её направят в Астраханскую область. Урожай кукурузы в этом году собрали более 400 тысяч тонн. Это хороший показатель. С января этого года, с начала года, с республики было отгружено около 18 тысяч тонн зерна. Также были отгружены 4000 тонн зерна пшеницы и около 3000 тонн свежих овощей. По предыдущим отгрузкам нареканий со стороны Северокавказской межрегиональной ветеринарной лаборатории не было. И, скорее всего, оценка качества нынешней пробы кукурузы будет положительной. Так как в данном амбаре соблюдена технология хранения зерна. В помещении учтены влажность продукции и окружающие среды, температура массы и температура в хранилище. А самое главное – доступ воздуха. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии осадки, дождь и мокрый снег. Местами очень сильные. Ветер северо-западный – 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 11-14. Температура ночью плюс 3-8. В горах минус 4, плюс 1. А днём 6-11 выше нуля. И местами минус 2, плюс 3. В Черкесии дождь. Ночью небольшой, днём умеренный. Ветер северо-западный – 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 6, плюс 8. А днём – 9-11 градусов тепла. Ярмарка кожаной белорусской обуви «Марко». А также мужская и женская верхняя одежда. С 9 до 19 часов. По адресу город Черкесск, улица Горького, 8. Центр развития предпринимательства. Хирургия катаракты. Любой сложности. В клинике глазной хирургии доктора Крылова «Окулюсарт». Доваторцев 39А. 43-73-87. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Уметь раскрыть тему урока и получить бесценный педагогический опыт от коллег. Сегодня на базе Центра дополнительного образования детей Черкеска прошел региональный этап Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года-2023». Педагоги из городов и районов поделились своими профессиональным мастерством с членами жюри. Подробнее Алихан Липшоков. Этот конкурс позволит выявить лучшего педагога, который представит нашу республику уже на всероссийском уровне. Но каждый из вас уже является победителем и незаменимым профессионалом своего дела, отметила министр образования и науки Карачаева Черкесии Инна Кравченко. Сегодня учителю отведена очень важная роль. Учитель и учит, и воспитывает, и формирует личность, формирует гражданина Российской Федерации. Благодаря поддержке руководства республики сегодня мы совместно с вами реализуем национальный проект образования. Данный проект позволяет нам строить новые школы. Только в этом году в нашем субъекте начнется строительство новых пяти школ. После Инна Кравченко наградила дипломами за участие финалистов регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года». Главный технический инспектор труда Республиканской организации профсоюза УИСУФ Узденов также поздравил педагогов, вручил грамоты и денежные сертификаты. 11 участников в ходе конкурса демонстрировали свое педагогическое мастерство, используя инновационные технические средства. Это бесценный опыт, это возможность продемонстрировать свои методики преподавания, обменяться ими с коллегами. Конечно же, это абсолютно бесценный опыт. Педагог по ОБЖ средней школы Аула Хумара Юрий Бестенев наглядно показал своим коллегам, как нужно оказывать первую медицинскую помощь и как делать перевязку. Для учителя это возможность повесить свой профессиональный опыт и интересно рассказать о своем предмете, отметил он. Здесь, знаете, не только обмен опыта речь идет. Здесь, прежде всего, проверить себя на прочность, на что ты способен, на что ты гораздо. Больше времени, не времени, а мотивация стоит, мотивация на первом месте не просто участвовать, но и победить. Действительно, это в этого стоит. Немножко волнительно, конечно, но это все можно преодолеть. В итоге победителем регионального этапа конкурса стала учитель истории станицы Зеленчугской Ирина Глазунова. Второе место заняла Ольга Чурсина из поселка Майский. А третье место поделили между собой учителя Фатима Батчаева из 13-й гимназии Черкеска и Балладекушева из села Римгорское. Алихан Лепшоков, Али Бастанов. Вести. Карачаево-Черкесия. При Кубанском районе торжественно открыли год педагога и наставника. Прошло мероприятие в Доме культуры поселка Кавказский. Собрались представители одной из самых важных, куманных и востребованных профессий человечества, чтобы дать старт году педагога и наставника, объявленного указом президента России Владимира Путина. Альвина Курочинова-Кенжева подробнее. Красочно украшенный зал едва вместил всех желающих принять участие в празднике, посвященном педагогам. На мероприятие собрались руководства района, представители парламента, именобразования республики, депутаты и главы сельских поселений, ветераны педагогического труда и педагоги общего дополнительного и дошкольного образования. Открыл праздничную программу «Гимн страны и республики» в исполнении школьников поселка Кавказский. Исполняющий обязанности главы администрации Прикубанского района Ахмат Семенов выразил благодарность всем работникам образования, а также педагогическим династиям, стаж которых в общем составляет более ста лет. Отдельное внимание было уделено молодым специалистам. Всегда надо помнить, что учитель – это человек с большим и добрым сердцем, который заражает своим умением и любовью к знаниям. В первую очередь необходимо совершенствовать повсеместно, создать достойные условия труда для всех работников образования и, конечно, повышать статус педагога общества. Год педагога-наставника вступил в свои права. Минобрия уверена, что впереди интересные события, которые покажут всю важность людей, чья миссия – просвещать и воспитывать новые поколения. Год педагога-наставника – это признание значимости профессии учителя, его важности для формирования будущих поколений нашей страны. Каждый выдающийся ученый, спортсмен, спасатель, писатель, строитель когда-то сидел за школьной партой, отвечал у доски. Именно с компетентного, опытного наставника всегда начинается путь к большому. Много добрых слов прозвучало в этот день в адрес наставников, ветеранов педагогического труда, долгие годы работающих в Прикубанском районе. Лючана Старожакова – директор школы в Майском. 30 лет трудится в педагогической деятельности и ни дня не пожалела о выбранной профессии. Считает это делом всей жизни. Молодым специалистам я желаю гореть в этой профессии, я желаю энтузиазма, я желаю огромного терпения и, конечно же, любви к детям. И любви к профессии, которую выбрали, чтобы эта профессия была один раз и на всю жизнь. А что пожелаете своим подопечным ученикам? Ученикам я пожелаю, чтобы они были умными, чтобы они были усердными, чтобы они любили своих педагогов и чтобы знания, которые получили в школе, пригодились им на всю оставшуюся жизнь. Завершилось мероприятие красочным концертом. Альбина Курочинова-Кенджева, Олег Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. В Черкесске в Центр развития предпринимательства на Горково-8 завтра открывается рыбная лавка «Дары Камчатки». В ассортименте горбуша, кита, качавыча, кижуч, палтус, пелорыбица, омуль, корюшка, селедка, скумбрия. Также большой выбор консервов и красная икра. Рыбная лавка будет работать до 2 апреля включительно. Это все весь на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Заполярный вальс». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин